И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня видеоролик не пойдёт ни про какую-то определённую тему, мы не будем сегодня просто катать на заднем именно-таки фоне и что-то обсуждать. А сегодня видеоролик пойдёт непосредственно именно-таки по игре. Сегодня у меня появилось желание показать вам, как вижу я вообще карту, посмотреть вообще, интересно ли вам что-то вроде старых летсплеев. То есть, вчера на стриме человек зашёл и написал одну очень важную и интересную вещь, которая заставила меня серьёзно задуматься. Он написал то, что мне неинтересно смотреть видео около танков, мне интересна сама игра. И я так сильно задумался, что подумал, а почему я не записываю ролики непосредственно по игре, непосредственно по тому всему, что я делаю на карте. То есть, не говорю вот, что у меня именно-таки имеется в голове, то есть, все передвижения на карте, куда я двигаюсь, что я делаю, почему я выбираю именно-таки такое решение, почему я, например, в какой-то позиции сближаюсь с противником, почему я ухожу в ту зону. То есть, все мысли, которые у меня имеются в голове, то есть, правильные решения в определённый момент, почему я не делаю вот таких вот роликов, связанные именно-таки с улучшением вашего скиллапа. Потому что, ну, реально есть много таких интересных мыслей, которые имеются у меня в голове вообще по ходу боя, которых явно нет у вас. То есть, я могу тем самым научить вас каким-то крутым фишкам, каким-то движениям, которые вы ещё, например, не видели или не знали, что так можно вообще делать. То есть, определённые ситуации, принять какое-то правильное решение. И поэтому я решил, что стоит записывать, вообще попробовать записывать ролики именно-таки по самой игре. То есть, не обсуждать какую-то определённую тему, играть просто на заднем фоне, там, абы как, как получится, там, и не смотреть вообще, по сути, на саму игру, а полностью углубиться в игру и попробовать разобрать полный бой матчмейтинга. То есть, условные 7 минут. Как я их вижу, что я делаю, какие решения принимаю, куда двигаюсь, зачем двигаюсь, почему принимаю именно такие-таки такое решение. То есть, отвечать на всякие вот такие вопросы и вообще учить чему-то новому вас показывать вообще, что у меня имеется в голове во время боя. Я решил, что это будет очень-таки интересно, и данный человек вообще меня сподвигнул на вот эту всю идею. И поэтому давайте, ребят, так. Если вам реально понравится вот эта вот идея, вы просто поставите лайк, вы напишите комментарий, что продолжай там, делай. То есть, условно говоря, мы сегодня просто скатаем на шафте, на данном аккаунте, потому что, ну, мне надо здесь звезды, а в дальнейшем мы уже будем и там на средних звонках, и на основных там. То есть, если вам это нравится, мы продолжаем, пилим и делаем подобного рода контент. То есть, когда я создавал, ребят, вообще канал, я сейчас немножко еще выскажусь и уже начнем. Я понимаю, что там балабольство мое, это не совсем интересно, но немножко послушайте. Когда я создавал вообще данный канал, у меня были мысли именно-таки обучения игроков правильной, качественной игры, нежели просто моих там каких-то мнений по определенным обновлениям, там, не знаю, прокачкам и тому подобному. То есть, я вообще за то, чтобы игроки учились играть правильно, качественно и вообще приносили пользу команде даже в том же матчмейкинге. Потому что вы видите, если вы смотрите стримы, да даже в видосах бывает, меня прям жестко бомбит от того, что игроки делают какие-то неправильные решения. И поэтому мы начинаем вот такой вот цикл, наверное, таки роликов. Если вам это все дело будет нравиться, мы будем полностью углубляться в игру, обсуждать ее и записывать вот такого рода, можно сказать, летсплей. Я не знаю, как это вообще правильно назвать, но если вам нравится название летсплей, то есть будем их называть как-то так, может быть придумаем какое-то определенное название к данной рубрике. К слову, если у вас имеются по этому поводу какие-то мысли, можете вообще написать. Поэтому все, больше мы сегодня не балаболим, мы пикаемся в катку, быстрый бой мы нажимаем, не будем выбирать определенный формат, посмотрим, куда нас кинет и тогда уже будем четко принимать решение, что мы будем делать на карте и я попытаюсь максимально четко говорить все, что я делаю в той или иной ситуации. Так, у нас тишина ТДМ, это значит, я играю, конечно же, на своем шафте, мне надо как можно ближе сближаться с противником, потому что явно в моем случае выгоднее наносить именно такие быстрые выстрелы по 1200 урона, сейчас мы, к слову, противника уже одного уничтожаем и занимать более выгодную позицию, вот, например, на базе вот в такой вот зоне, быстро накидать по харьку, давайте быстренько здесь добавим еще по викингу, хорошо, на респ он уходит, довольно-таки удачно начинается вообще катка для меня, здесь васпи ко мной респуется, давайте попробуем сразу же занять позицию вот какую-нибудь такую, то есть с респа сразу противник будет только респоваться, не будет ожидать, что ему в спину сможет прилетать урон и тем самым даже в данной ситуации лучше именно-таки свестись, но, увы, я не попал, там где-то голдик падает, все ребята ломанулись за ним, вижу ддшку сразу же, конечно же, вы видите, то, что у меня нарка уходит на кулдаун, я сразу же иду подбирать дроп, дабы быть полезным на данном участке вообще на карте, аптечку сразу же, как только пол хп у меня становится, мы прожимаем, нитра респуется, есть, мина на подъеме, почему мина на подъеме, самая выгодная позиция, как по мне, именно-таки ставить их в тех местах, где большинство игроков постоянно проезжает, то есть это не какая-то определенная зона, то есть вот, например, вот в таких вот зонах можно поставить, да, мину, то есть где есть какие-то узкие проходы и где противник будет вот сто процентов вынужден подрываться на ней, то есть, ну, не совсем удобные позиции и которые постоянно проезжают противники. Васпик М0, но это просто мясо, которое мы обязательно должны сливать, сейчас я, конечно же, сделал глупую ошибку, немножко неправильно рассчитал движение нашей рельсы противника, сейчас мы здесь ее уничтожим, я думаю, что данного противника мы тоже должны здесь забирать, к слову, очень хорошо у нас вообще начинается данная катка, 10 киллов я уже имею в своем активе, Харьку сбиваем, конечно же, рельсе прицел, дабы он не уничтожал нашего союзника, есть овердрайв, овердрайв, конечно же, раздаем вместе с союзником, дабы наша команда не так плохо и мрачно смотрелась на данном, на данной карте, на данном фоне, здесь неплохая рельса вылетает именно таки от противника, уходим на респ, ничего страшного, вообще, в принципе, пока не происходит, катку мы выигрываем уже с отрывом в два раза почти что, нет, вернее, даже уже больше, чем в два раза, это значит, что довольно-таки все удачно идет, с респа, конечно же, прожимаем ДА, дабы подъехать на флагшток противника, можно было бы, конечно, еще прожать не Тру, и сейчас, вот именно тогда, когда мне нужна ДД, сейчас уже прожимаем ДД, дабы у нас полностью была реализация правильного дропа, и сейчас спокойнейшим образом уже на двойном дропе наносим урон по противнику, занимаем более выгодную позицию, а именно-таки с заходом на респ, сейчас, конечно, я немножечко не доиграл момент, можно было сбить рельсе, и не получить столь большой, столь большого количества именно-таки урон, поэтому сейчас мы попробуем сделать все то же самое, поехать по левому флангу, прожать ДА-шку от респа, видим, а, нет, это Харек наш, я думал, что это Харек противника, хотел уже быстренько свестись в снайперском режиме и забрать его, но ДА-шечку прожимаем, ДД-шка как раз вовремя уже здесь на подъеме у нас появляется, есть Викинг, который, к слову, едет сразу на меня, сразу я сделал движение назад, дабы поставить мину и спуститься чуть ниже, потому что противник на Вика Фризе, он будет вынужден всегда сближаться со мной, и в данной ситуации мне более выгодно поставить мину, вот ехать назад, подорвать противника тем самым на мине, потому что у него ближний бой, а пушка, ему все равно придется сближаться, и тем самым его выманив, конечно же. ДА-шка дроповая отлично здесь сочетается, ДД, правда, у меня уже сгорает, сейчас можно будет попробовать, наверное, чуть отыграть на дальней дистанции, но не получилось, Шафт меня забрал, явно в мою зону он смотрел, я немножко этого момента не видел, вижу Жигу на своем респе, сразу же разворачиваю башню, хотел быстренько забрать ее, но у меня здесь чуть-чуть не получилось, потому что рельса вражеская уже была на чеку и смотрела в мою сторону, не знаю, может быть данный парень меня знает, я не знаю, почему он две рельсы выдал четко по мне, когда было столько рядом танков разных других, ну ладно, допустим, может быть я его забесил, и он решил на этом отыграться, вижу дроповую ДА-шку, решаю принять такое решение, принимаю такое решение, что просто подождем ее, но немножко не получилось, можно было здесь, конечно, реализовать ее, ну ладно, прожимаем ДА-шку, заходим с тыла, попробуем здесь, может быть, как-нибудь разыграть противника, все же 10 киллов у нас до конца остается, это явно уже какая-то выигранная катка, попробуем занять, может быть, какую-нибудь такую вот интересную позицию, не знаю, получится у меня здесь ее удержать или нет, вот как раз-таки Викафрис здесь мясом падает, мы его, конечно же, тоже удачно забираем, и давайте попробуем уже занять респовую позицию, мне вот нравится занимать всегда в ТДМках именно-таки вот данную зону, почему именно такие ее, потому что здесь вы постоянно можете как можно больше приносить пользу вообще не только для своей команды, но и получать определенного рода опыт, и тем самым быстро зарабатывая вообще не только опыты, но и киллы, уничтожая противника. Вот такой вот ролик получился, я думаю, что мы не будем сейчас катать еще одну катку, мне интересно вообще узнать ваше мнение, стоит ли мне продолжать в том же духе, это явно ну какая-то такая минимальная каточка, и то она уже досрочно даже завершилась, 5 минут всего она у нас длилась, пишите свое мнение, если досмотрели данный ролик до конца, то реально красавцы, спасибо, что это сделали, у меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok